Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в гости к четвертой сестричке из семи сестер, которые жили в стране Интервалии. К первым трем мы уже сходили. Первая, которая жила в одноэтажном замке, называлась Прима, чистая Прима. Дальше у нас была Секунда, которая жила в двухэтажном замке и могла быть большой или малой. Потом мы ходили в гости к Терции, которая жила в трехэтажном замке и тоже могла быть большой и малой. И теперь мы пойдем к четвертой сестричке Кварте. Кварта 4. 2р, можно сразу запомнить. Она живет в четырехэтажном замке. И записывается Кварта с помощью цифры 4. Кварта, как и Прима, бывает чистая. Большая, малая Кварта не бывает. Бывает только чистая и еще одна, о которой мы с вами поговорим немножко позже. Основная Кварта это чистая Кварта и пишется она так. Четочечка 4. Чистая Кварта. Четверка вот эта вот или количество этажей в замке обозначает, что в Кварте 4 ступени. Что это значит? Давайте переместимся к клавиатуре и попробуем построить Кварту, зная, что в ней 4 ступени. Вот наша клавиатура. Вот начнем строить Кварту от нотки до. Вот у нас до. Это раз, первая ступень. Дальше ре, два, ми, три, фа, четыре. Вот у нас 4 ступеньки до, ре, ми, фа. Получилась Кварта. То есть, чтобы сыграть Кварту на клавиатуре фортепиано, вам нужно пропустить две клавиши. Играете одну клавишу, пропускаете две, играете вторую. Вот у вас получилась чистая Кварта. Но Кварты не все у нас бывают чистыми. Вам такой будет... А, и сейчас мы узнаем об этом, поговорив о том, об еще одной величине интервала. Мы уже поговорили с вами о ступеневом величине, то есть в Кварте всегда 4 ступени. От любой клавиши построить Кварту до, пропустили две, фа, Кварта, ре, пропустили две, Соль, ми, ля, фа, си, соль, до, ля, ре, си, ми. Вот мы построили Кварты от всех-всех ступеней. Получилось, что у нас все Кварты включают в себя 4 ступени. Но эти все Кварты не одинаковые. Одна Кварта отличается от других. И сейчас мы поговорим с вами о тоновой величине Кварт. У каждого интервала есть две величины. Ступеневая, о которой мы поговорили, и тоновая. Но нам нужно с вами узнать, сколько же тонов, то есть какое расстояние у нас между нижним звуком и верхним звуком Кварты. Как мы считаем с вами тоны? Вот мы смотрим две соседние клавиши. До, ре, у нас даже песенка такая была. Мы смотрим, если между ними есть черненькое, значит это целый тон. Почему? Самое маленькое расстояние между клавишами это полутон. Вот самое-самое маленькое. Это может быть от белой до черной, от черной до белой, или от белой до белой, если между ними нет черной. Это полутон. А если у нас между белыми есть черное, это значит, что вот здесь полутон, и еще здесь полутон. Эти два полутона сложить, получится целый тон. То есть, если мы между белыми клавишами видим черную, это целый тон. Если не видим, это полутон. Давайте считать теперь, сколько в нашей кварте тонов. До, ре, целый тон, черное есть. Ре, ми, целый тон, черное есть. Ми, фа, черное нет, полутон. Вот и все. Получилось до, ре, целый тон, ре, ми, целый тон и ми, фа. Так, вот мои ребята почему-то сразу не смогли сказать. Я говорю, давайте считаем, поем. До, ре, целый тон, ре, ми, целый тон, ми, фа, полутон. Сколько? Они говорят, четыре. Не знаю, почему четыре, но видно невнимательно. Я говорю, хорошо, я буду сейчас загибать пальцы. Итак, считаем. До, ре, целый тон, один загнула. Ре, ми, целый тон, два загнула. Ми, фа, полутон, не совсем загнула. А эти вообще нам не нужны. Сколько получилось? Загнутых два плюс еще половинка. Значит, в кварте у нас два с половиной тона, два запятая пять. В чистой кварте ровненько два с половиной тона. Ну, а теперь давайте смотреть. Во всех ли квартах от белых клавиш у нас будет два с половиной тона. Чтобы немножко ускорить наш подсчет, мы не будем каждый раз смотреть, там, целый, тон, не целый. У меня есть такая подсказка для вас. Вот вы играете кварту через две клавиши и смотрите, сколько между ними черных. Если их две, значит, это чистая кварта. Целый тон, целый тон, полтона. Вот две черных. Это чистая кварта. Но черных может быть не всегда две. Давайте проверять. Значит, до, фа, чистая кварта, две черных. Ре, соль через две. Тоже две черных. Снова чистая кварта. Ми, ля. Сколько черных? Две. А здесь сколько черных? Раз, два, три черных. Значит, у нас тут уже не два с половиной тона. Давайте считать, сколько. Фа, соль, целый тон. Соль, ля, целый тон. И ля, си, целый тон. Целый тон, целый тон, целый тон. Ровно три целых тона. Что же это за интервал такой, в котором три тона? Когда я рассказывала вам о сказке про страну интервали, у нас был злой волшебник Тритон, который жил между пещерами, ой, между замками. Он жил в пещере между замками кварты и квинты. То есть он был чуть-чуть больше, чем кварта, и чуть-чуть меньше, чем квинта. Если в кварте у нас было два с половиной тона, она была чистая, то в Тритоне у нас три тона. Ну, он так и называется, Тритон. В нем три тона. То есть он чуть-чуть больше, чем наша чистая, ой, да, чистая кварта. В ней два с половиной, а там три. На сколько больше? На полтончика. Ровно на полтона. Такая кварта, которая больше обычной на полтона, в ней тоже четыре ступени. Фа, соль, ля, си. Четыре фа, соль, ля, си. Но она больше, чем чистая кварта на полтона. Такая кварта называется увеличенная. Мы ее увеличили. Точнее, не мы, она сама увеличенная оказалась просто. На полтона больше, чем обычная кварта. Такая кварта у нас строится вот на ноте фа. Если мы берем белые клавиши, на до была обычная чистая, на ре чистая, на ми чистая, а на фа у нас была увеличенная кварта. Три черненькие. Давайте дальше проверим. Соль, до. Две черных, чистая кварта. Ля, ре. Две черных, чистая кварта. Си, ми. Две черных, чистая кварта. Все. Больше увеличенных кварт между белыми клавишами у нас нет. И если мы представим себе, что мы это в до-мажоре строили, основная тоника у нас была нота до, знаков там нет. Значит, получается, что на всех ступенях мажорной тональности строятся чистые кварты, а на четвертой нота фа, раз, два, три, это четвертая ступень, строится увеличенная кварта. Вот откуда у нас берутся с вами тритоны. На четвертой ступени у нас строится увеличенная кварта. Ну, а теперь мы посмотрим, как записать нотками, как построить от разных нот и записать в тетрадочку чистые кварты. В кварте у нас четыре ступеньки, напоминаю, да? Если мы строим кварты от белых клавиш, мы уже с вами посчитали на клавиатуре все это, то у нас, если первая белая клавиша, то и вторая тоже будет белая. Никаких диезов нам не нужно, кроме и бемолей. Кроме, помните, какой ступень? Мы обратили внимание на четвертую ступень, на нотку фа. Там у нас получилась увеличенная кварта. Как нам ее уменьшить? Сделать чуть-чуть меньше. Нижний звук мы не трогаем, потому что мы от него строим. Нам нужно работать с верхним звуком. Нам надо ее как-то сузить чуть-чуть. То есть нам нужно на полтона приблизить си к фа. Если мы идем в левую сторону, значит, мы понижаем. Влево у нас низкие клавиши, вправо высокие. Понижающий знак альтерации, который понижает, это знак бемоль. Значит, мы вместо си возьмем си бемоль. Было фа си. Останет фа си бемоль. Вот у нас получилась изувеличенная чистая кварта. Значит, это единственное исключение. Если вам задали от всех белых клавиш, построите кварты. Вы смело строите до фа. Четыре ступеньки до ре ми фа. Через две нотки. Дальше вы строите ре соль ми ля. А вот когда вы на фа строите, помните, что там увеличенная кварта. И вам нужно взять си бемоль. Дальше все опять строите, как обычно. Соль до ля ре си ми. Кварт устроить легко. Единственное исключение. Это вот наша четвертая ступень. От белых клавиш это нота фа. В любой тональности это будет четвертая ступень. Так, ну что, там будет строиться увеличенная кварта. Поэтому, чтобы вам построить чистую, вам нужно понизить второй ее звук. А если вам нужно построить кварту от черненькой нотки, от диезной, например? Тут то же самое. Смотрите, от всех ноток у нас будут два диеза. До диеза, значит, и фа диез. Рэ диез, значит, и соль диез. Соль диез, значит, и до диез. Ля диез, значит, рэ диез. То же самое касается и ми диез, ля диез. Ну, там очень, немножко пореже, потому что ми диез это у нас то же самое, что фа. Я вам поэтому их уже не записывала. До диез, фа диез. Вот у нас до диез, фа диез, кварта. Рэ диез, соль диез. Соль диез, до диез, ля диез, рэ диез. А вот если мы опять же вот эту фа возьмем, фа диез, то вторая нота у нас будет без диеза. У нас будет фа диез, си. Чтобы опять избежать этого тритона, четвертой вот этой вот ступеньки. Значит, мы помним о фа и о фа диез мы тоже помним. Значит, здесь нам, если мы от фа строим, нам нужен си бемоль. А если мы от фа диез строим, нам не нужен второй диез. Нам нужен обычный си или си бекар, если там он был изначально. Значит, все диезные будут два звука диезных, нижний и верхний, кроме фа диез. Второй будет без диеза. Что у нас с бемолями? Давайте смотреть. То же самое. Рэ бемоль, соль бемоль, ми бемоль, ля бемоль, соль бемоль, до бемоль, ля бемоль, рэ бемоль, си бемоль, ми бемоль, до бемоль, фа бемоль. И опять у нас фа возник. Ну, я не написала тут фа бемоль, потому что нам вообще понадобился бы тут си дубль бемоль. Поэтому я просто написала опять фа си бемоль. Помним, что вот с квартами у нас вопросы возникают именно с нотой фа. Из-за того, что здесь получается 3 тона. Значит, если вам нужно построить от ноты фа, будьте внимательны. Вот именно с квартой от ноты фа. Там она не так, как все кварты. Все кварты одинаково строятся. Белая-белая, черная-черная с диезом, с бемолем, с бемолем. А вот нота фа всегда у нас вызывает вопросы. От простой фа будет фа-си-бемоль, от фа-диез будет фа-диез-си. Ну, а от фа-бемоля будет фа-бемоль, си-дубль-бемоль. Но это, наверное, вам уже не зададут. Ну, а теперь нам осталось с вами попеть кварты и послушать, как они звучат. Кварта звучит, как призыв. Когда я рассказывала сказку о стране интервали, то нас сестричка кварта всегда всех за собой звала. Она говорила, скорей, скорей, сюда, сюда, бежим за мной, скорей играть. Или наоборот, звала всех на пожар. Пожар, пожар, волновалась. Она звучала, как сирена. Это кварта мелодическая. То есть, как ее в мелодии спеть. Скорей! Нам важный здесь второй звук, верхний звук тут главный, а нижний как будто к нему идет. Поэтому, когда мы будем ее слушать или петь, предлагаю вам рукой вперед показать. Скорей, скорей! И тогда у вас немножко почище, получше получится ее петь и слушать. Значит, кварта у нас звучит, как призыв. Та-та-па-па-па. А какие же песенки у нас на кварту? Вот, например, гимн России. Россия священная и так далее. Та-та-па. Ну, что еще на кварту у нас? Если кварту вниз хотите построить, есть такая песенка «Вышла курочка гулять». Вышла курочка гулять. Па-па-до-до. Вот у нас чистая кварта. Значит, вверх это у нас гимн России. Та-та-та. А вниз. Вышла курочка гулять. Будет вот такая вот песенка. Ну, или петушок, петушок. Нет. Петушок, петушок. Та-та. А-а-а, вот у нас чистая кварта вниз. Теперь, как она звучит? Послушайте внимательно. Гармонический интервал. Сейчас я вам рассказывала о мелодическом. Как в мелодии услышать. Призыв слышите, да? А вниз. Опять же, хочется вернуться на этот вот. Или сирену немножко напоминает. Немножко на сирену положено. Ну, теперь послушаем, как звучит гармонический интервал. Два звука вместе. Чистая кварта. Послушайте. Опять же, вот этот призыв читается. Скорей, скорей. Скорей, скорей. Так. Ну и, если вы будете эту кварту слушать на слух, я вам предлагаю, во-первых, ну, у каждого интервала есть свои обозначения. Можете посмотреть в предыдущих видео на кварту. Я вам уже говорила, показывайте рукой вперед. Скорей, скорей. Слышите вот, например, и показываете. Вместе с квартой я предлагаю вам послушать, вот прямо сейчас я вам поиграю, кварту чистую и кварту увеличенную. То есть тот самый тритон, который живет в пещере. Послушайте, как он звучит. Как увеличенная кварта звучит. Это диссонанс. Нам не нравится. Что-то неправильное, не совсем какое-то неустойчивое, страшное даже немножко. Я предлагаю вам показать эту пещеру тритона. Вот он сел и сидит. Такой вот в пещере своей. А чистая кварта вперед, скорей. Ну, а теперь давайте послушаем. А вы покажете мне, что это такое было. Это чистая кварта или увеличенная? Слушаем. Это была чистая кварта. А это тритон в пещере. Увеличенная кварта. Можно крикнуть скрепель, скрепель. Можно, но это как-то изломленно получается. Опять тритон получился. Увеличенная кварта. Это чистая кварта. Снова чистая кварта. Увеличенная кварта. Тритон в пещере. И снова увеличенная кварта. А это чистая кварта. Устойчивая. Ну, не обязательно устойчивая. Это просто чистая кварта. Она звучит как врезер. Ну что, немножко с квартами разобрались. Кварта бывает у нас чистая и увеличенная. Которая вот на этой ноте фа. Будьте внимательны, когда строите от ноты фа кварту. Она будет строить у нас с бемолем. Желаю вам удачи в освоении всех интервалов. Вот уже четыре у нас позади. Примы, секунды, терции и кварты. Ну, все остальные интервалы мы проведем в следующих видео уроках. Субтитры создавал DimaTorzok